МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теплый отказ холодному надворью. Отцепляльный сезон распочался на меньшине без сбоев. Мы ожидали, конечно, но что включат так быстро, не думали. Сергей Маньков про температурный баланс. Угон армужности памятный знак воинам-интернационалистам открыли в Минском районе. Монументы ставят мертвым, но нужны они живым. Традиции и инновации на меньшине пройшло масштабный педагогичный марафон. Это всегда творчество, это всегда опыт. Вучить по-новому репортаж Катярыны Сурмы. Теплый отказ холодному надворью. Отцепляльный сезон распочался на меньшине без сбоев. Ясно на минулом тыдне батареи стали горячими у навычальных, медицинских и социальных установок. А сегодня тепло и у квартирах Жахаров в области. Одными из первых комфортное надворье у доме отчули Жахары самого полночного Крупского района. Мясовые коммунальники жилый сектор подключили на выходных. Сергей Манько про температурный баланс. Ляльку Машу опранули по сезону, хоть в группе и соправданное лето. На градуснику плюс 24, а тому дети изменили теплые кофты на майке. Гарочи батареи в садках и школах становчиво уплывают не только на настрой, а и на здоровье детей. Хворять малые докладно будут родей. Мы стараемся, чтобы наше учреждение всегда выглядело уютным. Но с началом отопительного сезона, конечно, стало еще уютней, красивше, теплее. Оклеили окна, утеплили двери, тамбура. Поверили теплощетчик, сделали промывку труб. Ну и, в общем-то, сработали по плану тот план, который мы себе намечали. Ну и ЖКХ нас, конечно, не подвело вовремя, затопило. Поэтому у нас очень тепло и комфортно. Любимым кветкам Натальи Михайловны потребна додатковая порция воды. У квартиры стала горчая. На радость местовым жахарам приход тепла стал хоть и чаканом, але все же сюрпризом. Мы ожидали, конечно, но что включат так быстро, не думали. И на улице зябка, и на работе еще не совсем. Поэтому, ну, а дома приходишь, отдыхаешь, греешься. До горячего сезона коммунальники рыхтовалися загадя, одрамотовали котельные и теплосетки, систему прогрели и подключили усежилые домы за два дни. Мы подобрали оптимальный вариант, это суббота, воскресенье, когда население дома, когда есть возможность при наличии людей в квартирах произвести развоздушивание системы отопления и в нормальном режиме, скажем, не в нормальном, а в нормальном рабочем режиме войти в отопление жилфонда. Ботаничный сад с оправданными лимонами. У помешкания котельни навыто у лютые мразы и тропики. Межтым, это также тепло повинно быть в квартирах местовых жахаров. Каждые два часа мы снимаем показания по теплощурчику. У нас теплощурчик стоит, оператор приходит, записывает все в журнал. Чем больше топлива, значит, чем больше тепла. Гэта котел працует на местовых видах Палева, остальные два на Блокитном у резерве. Правда, опошней некорки зиму потребы у их могутностях не было. Дрова у торфа достаткова, как отримать высокий градус, навыд при минус 30-ти за вакном. Сергей Манько, Сергей Васюкевич, Минщина. Межтым холодная надворья нелепшим чином отбилась на статистицы незвычайных здареньев. За сутки только на Минщине отбилось 7 пожаров. У молодечнии у огня загинул 62-годовый мужчина, и он пришел у гостей. Господар будинка попробовал самостоянно потушить полами, однако не сдолил, а не поспел выбегчий спалающего будинка. Воротовальников выкликали суседи, однако дом уже был целиком охопленный огнем. Супрацовникам МНС удалось спынить полами и не дать огню перекинуться на суседний трехповерховый жилый дом. Имоверная причина у сгорания – не потушенная цигарета. Два грузовики сутыкнулись на трассе Лагойск-Минск, поблизу вёстки Астрошицы. Каб вызволить одного из Кировца, успотребилась допомога воротовальников. 27-годовый мужчина шпитализованный. Другий водитель не потерпел. Околичности авары высветляют аутоинспекторы. У гонор-мужности памятный знак воинам-интернационалистам открыли у колодзищах на территории Мясцового культурно-спортывного центра. На символичном камене увековечили память 11-ти воинов-интернационалистов при столице, які загинули у годы Афганской войны. Церемонія ушанования собрала людей розных узростов. Церемонія їх – военные удельники войны у Афганистане, родные, близкі загинувших, ветераны Великой Чинной. Это будет чудесным местом для того, чтобы молодые люди, ребята, которые здесь занимаются, жители, гости нашего посёлка могли прийти, познакомиться и вместе с тем получить определённую долю патриотического воспитания. Усягу на Мишине 15 помников, просвеченных воинам Афганской войны. Больше за сотню – удельникам и ветеранам Великой Чинной. Спецзнаковых и памятных мест пополняют ветеранские и молодёжные организации. Яныш доглядают за монументами и допомогают ветеранам. Монументы ставят мёртвым, но нужны они живым, как связь времён. Они будут напоминать о том героическом прошлом, без молодёжи мы бы ничего не сделали. Мы проводим вместе с ними праздниками. Их волонтёрские отряды помогают ветеранам, которым необходимо где-то убрать, где-то, значит, там поднести, где-то и огород скопать. Всё, многие. Поэтому молодёжь у нас замечательная. И мы очень гордимся своей молодёжью. Многое забывается, но понимание того, что есть служение долгу и Отечеству, должно быть сохранено. Поэтому крайне важно, чтобы помнили про то, что есть долг, есть необходимость служения Родине. И это память о людях, которые погибли, защищая интересы нашей страны. Традиции и инновации. На Миншине прошёл масштабный педагогичный марафон. Пять дён и пять особных тем. Целый тыдень во всех районах в области проходили мероприемства, присвеченные розным сферам наставництва. Головная мета – рассказать про цикавый и незвычайный досвид педагогичных коллективов, а так само повысить узровень мастерства выкладчиков. Вучить по-новому репортаж Катярыны Сурмы. Классичная эдукация – это научная технология. Традиционная методика – это электронная школа. Сегодня этим вопросом задается не каждый наставник, батька и учень. Вот и педагогичный марафон на Миншине прошёл под девизом «Традиции и сучасность». Чтобы всем разом и школьникам, и выкладчикам узнать золотую середину в этом нелёгком вопросе. Ты лети, моя песня, по свету вперёд. И не бойся судьбы испытаний. Беззаботным пусть будет твой дальний полёт. Ты лети к своим папе и маме. Выник доброй эдукации – счастливый и поспеховый человек. В Крывоносовской средней школе знайшли свой рецепт поспеховости. Традиции, как память о сдобытке минулого, и инновации, как истил на гусь часом. Как выник, каждый вычень мая уластные и совсем не дитячие думки на гатиконт. Успешный человек должен быть уверенным в себе, он должен отстаивать свою точку зрения, он должен быть порядочным, воспитанным. Я стремлюсь к этому. Методика сумещения традиций и сучасности у Крывоносов просочивается в Аусим. Звычайный урок белорусской литературы с вершами классиков. От прадеда успокоен веков мне осталась спадщина, помеж своих и чужих я нам не лаской матчиной. А про скольких верин – сучасный погляд на литературу. Один горит, один палает. В осень у сад до нас пришла. Усе листы с дерева кидай, и землю прихожа устилая. Груш и яблок принесла. Зрешти поэтичные сдольности у учня у Крывоносовской школы Амаль Пагалоуна. Зарифмовать свои думки на ту и иншую тему – есть махчимость у каждого ожидающего. Проявить себе можно не только праздлитературный подход. Техничная махчимость и навычальную установы не обмяжовывает творчого полету. Уроки проходят очень интересно, нам нравится. Учителя нас заинтересовывают. В многих кабинетах стоят компьютеры, и на многих уроках проводят компьютерное обучение. От теории недалека и до практики. На уроках прац детей выучат не только традиционным ромёствам, а и сучастному конструеванию. Пакуль только у миниатюры. Подводная лодка, самолёт, книжный столик. В этой работе были высоко оценены жюри. Педагогический марафон – это всегда инновация, это всегда творчество, это всегда опыт. И самое главное, что максимально у нас было задействовано людей вообще в педагогическом марафоне. Мы всегда приветствуем марафон, потому что это в первую очередь обмен опытом. Дарячий педагогичный марафон – это не только махчимость рассказать про досягнённые, а и побудовать планы на будущее. Катерина Сурма, Илля Пучко, Минщина. Репортажи эфирные видео из всех программ в любой час доступны на сайте ctv.by и на ютуб-канале столичного телебачения. Заходьте, глядите и подписывайтесь. А на этом у меня не всё. Доброго вам настроя и до встречи.